Всем привет, народ! Сегодня будем красить Lord of Contagion из Дэдгарда, из Легиона Гвардии Смерти. Заранее сразу скажу, что рекомендую вам остаться до конца видео, потому что у вас будет шанс выиграть именно эту самую миниатюру. Ну что ж, теперь к покрасу. Начинаем с серого грунта. Почему серого? Потому что у нас все-таки будет миниатюра не очень яркая, но зеленый все-таки, особенно если вы наносите Yellow Olive такой, на черном грунте, я думаю, этот был бы настолько темно-зеленый, что он был бы гораздо больше похож на черный. В данном случае действительно именно оливковый цвет. Такой сильный, оливковый, глубокий цвет. Но, разумеется, Дэдгард у нас гораздо светлее, поэтому мы будем наносить следующий слой высветления. И в данном случае я использую Death World Forest. И, как вы можете видеть, я распыляю эту краску сверху на миниатюру. То есть, таким образом я имитирую падение света на нашего с вами лорда. И уже сразу же становится он гораздо-гораздо более таким ярким и интересным. При этом, благодаря тому, что мы нанесли более темный слой под него, под Death World Forest, или как так он называется, создаётся эффект тени, которого просто так, если вы загрунтуете одним слоем, ну, грубо говоря, не добиться. Далее, Newerling Green, с помощью него мы высветляем Dry Brush всю броню. Duncan, как ни странно, в своём видео показывает, что сначала нужно нанести большинство базовых слоёв. Но я так понимаю, что он-то говорил только для того, чтобы сэкономить проливку Agroxer Shea. Потому что, как вы можете помнить, Cittadel рекомендует делать определённые детали от начала и до конца. Нанести базовые слои, пролить, после этого высветлить. Опять переходим к новой детали. Нанесли базовый слой, пролили, высветлили. Соответственно, Duncan в своём видео предлагал сначала нанести зелёный базовый слой, и его немножко задрайвбрашить. А, нет, просто нанести базовый слой. После этого нанести бронзу, нанести металлик серебряный. И после этого всё это разом пролить. Я же решил сначала полностью, грубо говоря, сделать всю броню. После этого нанести уже с помощью Brassie Brass всю бронзу. Итог, после этого использовать Chainmail Silver, мой любимый металлик. Чтобы нанести все металлические части. И только после этого я уже решил пролить всю миниатюру Agrax Earth Shade. За исключением одного момента. Сейчас вы увидите, как я буду наносить высветление с помощью аэрографа уже после того, как какие-то слои были нанесены. Заранее скажу, народ, что, к сожалению, да. Такого эффекта легко можно добиться только с помощью аэрографа. Кистью это сделать, но крайне тяжело. Поэтому позже, после того, как я высветлю аэрографом, вы увидите, что я буду делать самый простой Edge Highlight. Но перед этим Screamer Pink. Им красим плащ. Причём у Дункана в видео и верхняя, и нижняя часть плаща. То есть верхняя и нижняя, имеется в виду, которая разделяется этой кольчугой висящей. Он обе части покрасил в Screamer Pink и после этого высветлял. Мне эта идея не понравилась. Как бы слишком уж какой-то супер пафосный получался лорд. Поэтому я решил нижнюю часть сделать чёрной и высветлить её отдельно. И, в общем-то, мне очень понравилось, что получилось в результате. Также чёрным светом высветляем, я даже не знаю, как это назвать, древко или основание его топора. Позже также будем его высветлять. С помощью нашего, уже, наверное, полюбившегося всем вам Dark Reaper. А вот и Dead Flash. И вот о чём я говорил. С помощью аэрографа, очень тонким соплом, я нанёс вот такие высветления. Выглядит дико. Я согласен. Но именно поэтому я ещё не наносил проливку Agroxer Shade. После того, как мы прольём, все эти цвета будут гораздо лучше переходить один в другой. И получится очень красивый эффект. Также Agroxer Shade рекомендую вам топор, именно металл топора, пролить дважды. Я это сделал только один раз, поэтому у меня получился топор такой немножко слишком чистенький, я бы сказал. Если вы прольёте его дважды Agroxer Shade, то будет то, что надо. После этого, несмотря на то, что я делал высветление с помощью аэрографа, я всё-таки начинаю делать Edge Highlight. Поэтому от него никуда не уйдёшь, если вы хотите, чтобы миниатюра выглядела красиво. И делаю его с помощью Dead Flash. Вот в Alejo Game Air. Её эквивалент, по сути, либо Nuggling Green, либо ещё какой-то у них есть цвет. Ну, в принципе, я думаю, если что, всегда можно найти всякие разные таблицы, сайты, которые показывают альтернативы у разных производителей. Dark Reaper, о котором я и говорил. Сначала я решил задрайбрашить плащ. Ну, в общем-то, почему бы и нет. Но на драйбраш полагаться не стоит. Всё равно позже, вы этого не увидите, но я вам просто расскажу, что я всё равно потом точно так же высветлял этот плащ обычным Edge Highlight'ом. И да, я также забыл высветлить и древко оружие, и внутреннюю часть плаща. Это будет долгое время видно на видео. Но потом, опять же, я всё это вспомню, всё это обращу на это внимание и всё это исправлю. Поэтому просто не забывайте. Сразу же, ну, для экономии красок используйте один цвет везде, где он может потреводиться. Далее, с помощью Pink Horror'а мы начинаем высветлять наш плащ. Собственно, до этого, вы могли ещё видеть, я восстанавливал его цвет с помощью Screamer Pink'а. А теперь мы начинаем высветлять бронзу. Bright Bronze, то есть, несмотря на то, что можно полностью покрывать детали, на которые мы уже нанесли бронзу, можно на них нанесить, то Bright Bronze. Я же, опять же, старался везде делать Edge Highlight. Когда есть переход цвета на детали, это всегда гораздо более красиво, нежели чем это какой-то сплошной цвет. Поэтому старайтесь, тренируйтесь, берите очень маленькую кисть. Как видите, я использую два ноля. И эффект не заставит себя долго ждать. Также после этого используем Silver. Сильвером я немножко схалтурил. Решил, хоть я тоже, опять же, делаю Edge Highlight, после этого я взял кисть и просто начал Dry Brush'ить. Причем, обратите внимание тоже, на вот этом верхнем знамени на спине лорда, я, вот честно вам скажу, я просто забыл высветлить бронзу, именно Bright Bronze. Ну и после этого я не растерялся и решил, почему бы не попробовать именно Silver'ом высветлить бронзу. И, кстати говоря, так рекомендуют делать Games Workshop в том числе. Получилось очень красиво, мне понравился эффект, поэтому, в общем-то, я не пожалел в том, что я так сделал. Снова возвращаемся к Dark Reaper'у. Как я и сказал, я тут вспомнил о том, что надо высветлить еще и древко, или эту веревку на основании. Блин, надо русский язык получить, честно, я даже не знаю, как это называется. Топорище, да? Да, по-моему, топорище. Раккард Флэш, после этого с помощью него мы красим плоть нашего лорда. То есть, как ни странно, этого поначалу может быть непонятно, но, грубо говоря, Dead Guard у них, их плоть, их кожа, их тело уже перемешалось с броней. И не совсем понятно, где начинается броня, где она заканчивается, где начинается плоть. Яркий пример, это у него подмышкой буквально просто броня переходит в плоть. Это не какая-то моя ошибка. И также с помощью Раккард Флэша, в данном случае, опять же, покажу попозже, но мы нанесем всю, как правильно сказать, все кости, основу всех костей будет именно Раккард Флэш. Причем я обратил внимание, опять же, я руководствуюсь в основном видео от Дункана, и он постоянно везде одни и те же вещи, такие как черепа и так далее, постоянно пытается рисовать как-то по-разному. До этого он использовал Zandri Dust и высветлял его Screaming Skull, в данном случае использует Раккард Флэш. Опять я высветляю его внутренности с помощью аэрографа. Здесь все гораздо проще, здесь мелкие детали, поэтому там можно сделать простой Edge Highlight и будет точно такой же эффект. Но после того, как вы нанесли основные все слои плоти его внутренности, проливаем все это Drucci или Drucci Violet. Не помню, кому как удобнее. Далее, Дункан рекомендует использовать проливку, которая называется Carabor Crimson. И вот честно, если вы специально для этого лорда будете покупать эту проливку, то я вам не рекомендую это делать, потому что буквально мы наносим ее в двух местах. Судя по всему, как я понял, для имитации какого-то кровоподтека под его броней, в сочлении между броней и его пузом. И только ради этого использовать эту проливку, ну мне кажется, немножко бредово. Но она у меня была, поэтому я сделал. Мне было несложно. Как я и говорил, ракорд флешем продолжаем наносить всякую кости красить и основной цвет делать. На оружии, на плече его рог. И также не забываем черепа на его знамени, на спине. Кроме того, еще один момент небольшой. Вы можете нурглингов, на которых стоит наш лорд, вы можете красить их тоже в ракорд флеш и проливать разные проливками. И получается тоже такой достаточно интересный эффект. То есть, вот тот фиолетовый нурглинг, на котором он стоит, это именно с помощью рака флеша и карбург кримсона. Тьфу, вру. С помощью други валюта. Карбург кримсон на меня вовсе-то пригодился, как я и говорил. Агроксер шейдом проливаем все эти кости. Причем рог мы проливаем дважды. Первый раз полностью, второй раз мы проливаем только его острие, грубо говоря, чтобы его сильнее состарить. Эффект получается достаточно интересный. Конечно, на любителя можно и один раз просто пролить и после этого высветлить. Но мы возвращаемся к нашей плоти. Почему я так скачу от детали к детали? Да потому что, когда я наношу какую-нибудь проливку, и как вы можете знать, я все это рисую на стримах, я не хочу сидеть и просто ждать и смотреть на миниатюру, или куда-то там уйти и попить чаю. И поэтому прыгаю между деталями. А дальше уже показываю, как именно я это делал. Вы, разумеется, если будете следовать методу, которому учит вас Yings Workshop, то да, нанесли базовый слой, пролили, пошли попили чайку, вернулись через полчасика, высветлили. И так каждую деталь. С помощью кисля флэша мы наносим последние хайлайты на внутренности. Очень уж мерзко начинает выглядеть все это дело, но вот мы именно такой эффект и преследуем. Потому что Dead Guard это не особо милые ребята. С Креминг Скалом начинаем высветлять все кости. Грубо говоря, здесь тоже делаем простой Edge Highlight. Вот касательно черепов, я уже пытался как-то рассказывать о том, как их красить. По большому счету вы наносите проливку, после этого начинаете заново наносить Screaming Skal везде, где проливка не скопилась. И вот сейчас вы увидите, как я покрасил вот этот череп. Как вы видите, вот этот черный такой порез, темный какой-то шрам, то есть трещина на черепе, это именно от проливки. То есть вот эту часть я не трогал. Все остальное я покрасил Screaming Skalом. И из-за того, что эта краска достаточно прозрачная, все это начинает выглядеть после того, как высохнет, достаточно красиво. Далее, одна из последних деталей, которую мы до сих пор еще никак не трогали и не красили, это дым из так называемых Кодил, наверное. По-другому никак это не назовешь. У меня больше ничего в голову не приходит. Полностью покрываем Celestra Grey. Достаточно красивый серый цвет. Разумеется, больше не обязательно использовать именно этот серый. Любой серый, наверное, подойдет. Но главное только, чтобы он был все-таки ближе к белому. Можете попробовать какой-нибудь там темный серый смешать с белым. Получится, наверное, такой же эффект. Нурглинг Грином я обнаружил, что я до сих пор не покрасил последнее знамя и Нурглинга, и также Нурглинга, которые стоят, на которых, точнее, стоит наш лорд. И просто все это всем этим высветлил. Также не забывайте, что у Нурглингов тоже есть рога. И эти рога также можно покрасить рог арт-флешем, пролить агро-эксор шейдом и высветлить скриминг скалом. Каэлия Гриншейд отлично подходит для того, чтобы пролить наш дым. Он очень после этого таким ядовитым становится, я бы сказал. Далее крас, которую Дункан не рекомендовал использовать в данном видео. Это уже моя, так сказать, идея Nylon Oxide, или как так он называется, создает эффект окисления. Поэтому с ним, его перебарщивать им лучше не стоит. Я его нанес буквально только на топор и еще, может быть, в паре мест, но такой притягивает немножко глаз к себе, поэтому почему бы и нет. Все-таки Dead Guard, разложение, кислота, окисление и так далее. С помощью Ultron Gray высветляем наш дым. Принцип точно такой же, как и с черепами. Высветляем везде, где не скопилась проливка. И последний хайлайт это Dead White. Там уж совсем, совсем-совсем Edge Highlight на самых таких острых частях. Ну и последний это Yriel Yellow. Рисуем глаза нурглингом. И опять же, не только тем, которые на спине, но и тем, на которых он стоит. Ну и еще одна моя идея была, это нурглинг рот нанести на внутренности, на всякие разные его капельки. И вот, что мы в результате получаем. Мне миниатюра очень понравилась. Просто очень детализировано, очень красиво получается по рекомендациям Дункана. И я надеюсь, вам нравится тоже. Теперь, народ, как я и говорил, у вас есть возможность выиграть данную миниатюру. Конкретно, именно эту миниатюру. Данная миниатюра была предоставлена мне группой Liberdemonica. Это студия, в том числе, студия покраски миниатюр. Спасибо им большое. И у нас родилась следующая идея. Мы организуем конкурс репостов. Что вам нужно сделать? Вам нужно, в первую очередь, быть подписанными на их группу. На группу Liberdemonica. Ссылка на них будет в описании к данному видео. Также вам нужно быть подписанным на мою группу. Далее, вам нужно лайкнуть данное видео ВКонтакте. И вам также нужно репостнуть данное видео у себя на страницу. После этого победитель будет проверяться на тему фейковый ли это аккаунт. Или уже какой-то настоящий, нормальный. И после этого, когда все эти моменты будут оговорены и проверены, мы будем высылать победителю данную миниатюру. Касательно времени проведения конкурса. Я сейчас это все записываю в четверг 06-07. Я думаю, что сегодня-завтра это видео будет опубликовано. Поэтому давайте сделаем так, что конкурс оканчивается в пятницу 14 июля 2017 года. По окончанию этого дня будет оглашен победитель, скорее всего, у меня на странице. Поэтому следите за новостями. И да, я надеюсь, это видео вам было интересно. И ждем следующих. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok